Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Отгремели майские праздники, но эта неделя на один день короче, и поэтому многие, не устав отдыхать, уже планируют предстоящие выходные. Но все будет зависеть от погоды. Кстати, о приметах мая. Последний месяц весны самый теплый. В это время цветут деревья, пчелы начинают собирать нектар. В народе говорили, май холодный, год хлебородный. Частые дожди и туманы к плодородному году. Май сырой, июнь сухой. А вот какая погода будет в Карачаево-Черкесии. Сегодня она ненастная и не по-майски прохладна. В Карачаево-Черкесии сегодня пасмурный дождь. Температура ночью плюс 3, днем плюс 8. В горах в мае пошел сильный снег. Температура ночью 2 градуса мороза, днем 2 градуса тепла. В столице Карачаево-Черкесии сегодня сильный дождь. Температура ночью плюс 5, а днем 10 градусов тепла. Как говорится, у природы нет плохой погоды. И поэтому можно путешествовать в любое время года и в любую погоду. Курорты Карачаево-Черкесии красивы всегда. Чистый воздух, сказочная природа и развитая инфраструктура. И все это Архыз. Здесь каждый найдет занятие по душе. И прямо сейчас вместе с Альбиной Ламковой мы отправляемся в романтик. Архыз молодой курорт. Его открыли в декабре 2013 года. И уже спустя 3 года он завоевал первую награду лучший молодой курорт России. А в 2018 году стал лауреатом национальной премии в области физической культуры и спорта. Здесь 8 трасс разной степени протяженности и сложности, пролегающих в поселках Романтик и Лунная Поляна. Зимой здесь, конечно, рай для любителей прокатиться с ветерком со склонов и для тех, кто предпочитает активный отдых. Катание на лыжах, санях, сноуборте, коньках, да и просто на зимних аттракционах. Все это, конечно, в сочетании со слепительными, сказочными и заснеженными горами. Алексей и Аня Шишкины приехали из Москвы. Им очень понравились горнолыжные склоны. Теперь они хотят по-настоящему их оценить. Но для этого им нужно научиться кататься на лыжах. Зимой планируют осуществить эту мечту в Архызе. Значительная доля туристов впервые встает на лыжи или сноуборд именно здесь. К тому же есть опытные инструкторы, которые обучают за один день. Мы вчера были на полянке перед Софийским водопадным подъемом. Нам нравится природа, погода. Присматриваемся к горнолыжным склонам. Сейчас, понятно, не сезон, а может быть, планируем на перспективу. Ну да, чуть подрастем, на лыжах станем. Чтобы романтик стал еще краше и романтичнее, сейчас здесь идут строительные работы на разных объектах. Поселок стремительно застраивается отелями. Появились новые кафе и рестораны. С каждым годом развивается туристическая инфраструктура курорта. Поэтому кто хоть раз побывал здесь, вновь сюда стремится. Природа восхитительная, воздух шикарный. Можно сказать, что для отпуска это самое лучшее место. Часто вы приезжаете? По возможности стараемся. Каждый раз, когда есть такая возможность, не отказываемся себе, едем и отдыхаем. Семья Павлюченко приезжает в Архыс несколько раз в год. Даже когда поселок не был обустроен, это живописное место было для них самым любимым. Мы сплавляемся на катамаранах. А сюда приезжаем, когда уже конец сезона. Чисто хапан денежка солнышка. Снега последнего. 25 числа мы здесь были на закрытие. Было кайфово. Вообще Архыз – это такая туристическая мека. Лично я езжу сюда с конца 80-х годов. Привожу детей, жену и друзей. Друзья уехали из Москвы, поехали туда наверх, чтобы посмотреть. Так что лично мне нравится уже 30 лет. И я сюда езжу. И буду ездить. Тут очень нравятся такие красивые виды. И необыкновенная природа, пение птиц. Племянница Павлюченко Елена Петрухина живет в Москве. Решила взять пример с дядей. Теперь она будет частым гостем на курорте. Я здесь второй раз. Здесь потрясающий горный воздух, горы вокруг. Дикие животные. Приезжайте все. Местные жители отмечают, чтобы полноценно отдохнуть и побывать в разных уголках Архиза. Посмотреть его достопримечательности нужно несколько дней. Летом грибы, ягоды, рыбалка. Интересные исторические места. Трекинговые маршруты как для новичков, так и для обывалых туристов. Зимой достаточно людей. А сейчас тоже приходят на белый водопад, ездим на экскурсию. Ихонные прогулки, крешие маршруты. Заповедный лес, горные реки, озера. Водопады невероятной красоты. Этот список можно и продолжить, но лучше приехать и увидеть все своими глазами. Мехтаси Дарт приехал впервые на отдых в Архизе из Краснодара. Вместе с мамой и младшим братом. Он увлекается физикой и астрономией. Хочет поехать на экскурсию в Сааран. Здесь очень нравится. Харачаево-Черкесской республики. Когда проезжали, ехали в Архизе, видели спутник. Крупнейший в мире. Очень интересно посмотреть еще вот эти физические объекты. Потому что я вообще изучаю физику. Мне это нравится. И астрономия тоже очень интересная область. Нравится кататься на канатной дороге. В Архизе можно отдохнуть не только зимой. Здесь в любое время каждый может найти себе занятие по душе. Ну а самое главное – полюбоваться красивыми местами и подышать свежим воздухом. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков. Вести. Карачаево-Черкесия. Архиз. Альбина вдохновила Архизом. И хочется не только отдохнуть, но и запечатлеть прекрасные виды курорта. В арсенале известного фотографа Карачаева-Черкесии Рената Урусова немало фотоснимков. И сегодня он гость нашей программы. Пока моя соведущая Бэйла Джазаева направляется с Ренатом в студию, хочу сказать, что недавно завершила свою работу всероссийская выставка «Артмай». И первое место со своими работами на ней занял талантливый фотограф Ренат Урусов. А вот какие работы он представил? Насколько ему нравится постановочное фото? В чем заключается мастерство фотографа? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии Ренат ответит моей соведущей Бэйли Джазаевой. И я с удовольствием уступаю вам место и, пожалуй, сделаю небольшую чайную паузу. Доброе утро всем! Доброе утро, Ренат! Благодарю тебя за то, что ты опять пришел к нам в гости. Знаешь, за тобой очень трудно уследить. В том плане, что ты, если где-то какой-то интересный проект, ты обязательно в нем участвуешь. За всеми твоими конкурсами, выставками просто не уследить. Я хочу поговорить сейчас о последней твоей выставке, в которой ты участвовал. Это всероссийская выставка «Артмай». И, насколько я знаю, ты представил на этой выставке свои работы, посвященные депортации карачаевского народа. Мне бы хотелось, чтобы ты об этом проекте немножко рассказал. Там были номинации. В какой номинации? А, кстати, самое главное, у тебя же первое место. Как обычно, я тебя поздравляю. Спасибо. И хотелось бы поподробнее узнать об этом проекте. Ну, на самом деле, проект существует уже довольно-таки давно. С 2011 года запущен проект. Он так и называется «Артмай». И каждый год выбиралась определенная тематика. Сначала это была зональная выставка, но на сегодняшний день приобрела уже такой всероссийский статус. И последняя выставка была девятая по счету. И она уже была всероссийской выставкой. Я же участвую с 2017 года тоже в различных номинациях. И изначально я просто посещал как гость. Мне было интересно это направление, потому что тогда я не был знаком с выставочными павильонами, как правильно выставлялись экспозиции. И для себя я открыл очень много нового. Но в последующем я начал отправлять свои работы, и в этом году тоже не исключение, по приглашению одного из организаторов, организаторов — это Анастасия Лангурова и Саня Атезиева, которая меня также консультировала по ходу событий, за что я им отдельно благодарен. Я отправил туда работы, которые ранее делал для другого проекта. Это было связано как раз с проектом касательно депортации. Назывался проект «Вопреки». И там у меня были свои личные работы, которые я делал вне проекта, то есть на свое усмотрение. И как раз отобрав данные работы, а их было пять представлено, я отправил на этот конкурс. И, к моему удивлению, жюри выбрало эти работы в номинации «Фотография», чему я, конечно же, очень рад. И отдельно благодарю всех членов жюри, отдельно организаторов за этот замечательный конкурс, который они устроили внутри выставки. Ну и, конечно же, в дальнейшем я планирую также участвовать, потому что «Артмай» — уникальный проект. Он собирает не только сейчас по республикам Северного Кавказа представителей, но также уже имеет всероссийский статус. Я надеюсь, он будет только расти и радовать, конечно, всех. В твоем участии я почему-то не сомневаюсь, но немножко хотела бы я поговорить о твоем творчестве, не касаясь выставок. Вот мне все-таки кажется, что ты не любитель постановочного фото. Так и есть. На самом деле я не люблю постановочное фото, стараюсь брать живые кадры. Если же постановка имеет смысл, то нужно ее выбирать именно так, чтобы это не казалось прям действительно постановочным. Чем реальнее, чем живее будет фотография, мне кажется, тем интереснее будет зрителю наблюдать, что же происходит в самом кадре. Если это личность, раскрывать эту личность, если же это касательно что-то с природой связано, то чем максимально реальнее это будет выглядеть, тем интереснее будет зрителю наблюдать за сюжетом. То есть в пейзаже, как ни странно, тоже есть постановочные элементы. Это когда вы, наверное, знаете, да, там листочек ставят или камушки как-то выставляют. Я не любитель таких постановочных сюжетов. Желательно максимально реалистично. Ну, мы все следим за твоим творчеством в социальных сетях. Прекрасные работы, фотографии нашего великолепного Дамбая, как правило, Дамбая, Тиберде, Архыза где-то. Вот есть место, где бы ты хотел побывать? Ну, да, конечно, есть. Это озеро Байкал. Я давно слежу за именно этим ареалом, этим кластером, территорией, так скажем. Мне очень интересно само озеро и, конечно же, окружающая природа, которая уникальна в своем роде. Есть также еще Алтай у нас. Это тоже горный район и очень схож по климатическим условиям. Как раз и с Дамбаем, с Тибердой, с Архызом. Конечно, хотелось бы и посмотреть этот горный район Российской Федерации. Ну, если касательно зарубежных стран, то это, конечно же, Новая Зеландия. Вот мне очень нравится именно этот материк и своими пейзажами, не знаю, очень уже давно присматриваясь к нему. На твой взгляд, в чем навык, мастерство, наверное, если так можно сказать, мастерство фотографа, это его мышление, это его философия, это взгляд. Что это? Ну, я могу сказать про себя, что у меня это связано с мировоззрением больше. Вот то, что я вижу, я всегда вижу определенные знамения от Всевышнего, то есть вся эта красота, мы в том числе. Я не считаю, что это какое-то мое достижение. Я просто понимаю, что в определенный момент, в определенном месте я попадаю в определенную ситуацию, которая складывается для меня таким вот интересным образом, где удается получать какие-то интересные кадры. Чтобы я это как-то искал или откуда-то черпал, у меня это происходит спонтанно. Всегда? Да, в большинстве случаев спонтанно. Редко бывает, когда я, замыслив какую-то задумку, еду на определенную локацию и начинаю ее там себе как-то представлять и развивать. В основном это в поездках, либо на прогулках, либо каких-то параллельных с проектом каким-то происходит. То есть абсолютно спонтанно. Поэтому для меня это отдельно еще удивительным образом складывается, потому что нету какой-то подготовки для съемки. Конечно же, от человека многое зависит. Если человек больше имеет склонность к каким-то психологическим моментам, то он будет, конечно, раскрывать именно психологию в кадре. Если человек кинестетик, он будет развивать как раз именно то, что ему будет ближе по духу. То есть какое-то движение, какой-то замысел, какой-то сюжет. То есть именно сам человек, по сути, является центром создания того или иного сюжета. Но что касается вот тех фотографий, о которых ты говорил выше, депортация, они тоже были случайны? Да, в большей части они были сделаны спонтанно. На фотографиях вы можете посмотреть. Там есть сейчас это, можно сказать, флагман из тех фотографий, которые я отправлял. Это женщина, которая вот прикрывает вот так рукой лицо. Эта фотография была сделана абсолютно спонтанно. Другие фотографии, можно сказать, что я частично помогал бабушке или дедушке, просил их закрыть глаза. То есть это минимальное воздействие. То есть я попросил, они закрыли. Я попросил, они открыли. То есть и всё. Больше ничего. То есть никакую-то эмоцию я не просил им показать. Поэтому максимально вот насколько я смог передать именно живость этих людей, то есть этого образа. Настолько проще я старался воздействовать на модель, чтобы они не играли, а именно вот просто делали то, что обычной жизнью делает человек. Ренат, какой следующий проект? Следующий проект, он будет связан с современным искусством Кавказа. Этот проект был уже осуществлен в Москве в 2019 году. И я надеюсь, будет продолжение. И сейчас буду готовиться именно к этому проекту. Я желаю тебе дальнейших творческих успехов. Спасибо, что был гостем в нашей программе. Вдохновение тебе. Спасибо. Спасибо огромное, Белла. Спасибо большое. Хоть День Победы мы и отпраздновали, но рассказывать о героях никогда не поздно. Сегодня в рубрике «Наше наследие» мы расскажем о славном сыне Карачаева Черкесии, герое Советского Союза Халмурзе Кумукове, о подвиге героя в репортаже Шерифат Лепшоковой. Халмурзе Кумуков – гордость нагайского народа и всей Карачаевой Черкесии. Его бюст установлены здесь. На аллее героев в Парке Победы напоминает нам о его беспримерном подвиге. Он погиб, закрыв с собой амбразуру немецкого пулемета, но остался в вечности. Монумент на аллее героев – один из нескольких установленных Халмурзе Кумукову в республике. Каждый год сюда приходят люди, чтобы отдать дань памяти погибшим в самой кровопролитной войне в истории человечества. Имя героя золотыми буквами вписано в летопись Карачаева Черкесии. В августе 43-го у села Сухознаменко Харьковской области Украины он повторил подвиг Матросова, закрыв с собой амбразуру вражеского пулемета. Это было решение не восторженного юноши, а 30-летнего мужчины, отца двоих детей. Командир роты позже вспоминал, солдаты не могли двигаться вперед, сдерживал немецкий ЦОД. Уничтожить его первым вызвался Джигит из Кавказа, ставший на фронте коммунистом. Не задумываясь, Халмурза пошел навстречу смерти. Цель была достигнута. Неумолкаемый шум вражеской огневой точки затих. Рота прорвалась. И все увидели. ЦОД был закрыт. Тело Бхалмурзы. Директор Республиканской библиотеки Салых Абчаев, как никто, знает об истории этого подвига. Будучи школьником в ауле Кирюльдевых, он случайно в газете прочитал среди повторивших подвиг Матросова фамилию своего земляка. Тот еще мальчишкой в 30-х переехал из Иконхалка в Карачаевский аул. Работал трактористом в местном колхозе. Позже на кирпичном заводе. Со всеми неумным Халмурзаку Муков женился на Шумшиятбе Таевой. В семье росли двое детей, с которыми позже был дружен Салых Абчаев. Это он им расскажет о подвиге их отца. Статью школьника о герое напечатают в газете «Ленинское знамя». Его материал прозвучит и в пионерской зорьке. В Гирульдевых посыпятся письма со всей страны. Вот такой материал опубликовали, потом пошли уже звонки, потом уже конкретно мы начали заниматься. Приехал его командир роты стрельков из Украины, встретился с их родственниками, в том числе с женой. И меня пригласили тоже, как вроде человека, который занимается этим делом. Я с ним разговаривал, очевидец, который видел его подвиг. Верный друг с обостренным чувством справедливости, не знавший усталости в работе, Халмурза славился в ауле своими шутками, был великолепным танцором. На фронте пел однополчанам нагайские и карачаевские песни. Его любили за доброту и храбрость. Но так ценивший жизнь, в нужный момент он без сомнения расстался с ней. Я разговаривал с теми, с кем он работал, я застал их. Например, Умаров Касым был такой уважаемый в ауле человек. Касым характеризовал его, значит, как действительно патриота. Был такой Кумуков, однофамилия с его, он председателем колхоза, тогда еще работал. И вот они очень интересно рассказывали о нем. То есть все это было заложено, значит, как говорится, родителями. Вот у него вот это воспитывалось, наверное, все-таки его коллегами, друзьями, товарищами. В 90-м звезду Героя Советского Союза вручили его дочери Зои. Подвиг Алмурзы Кумукова навсегда останется в памяти людей, как символ бесстрашия и беззаветной любви к родной земле. Шрифат Лепшокова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. До выходных четыре дня, но уже мы их планируем. Мы хотим рассказать о премьерах большого экрана и также о мероприятиях республики. Итак, кинолюбители и все жители, слушайте и запоминайте. Афиша от нашего корреспондента Альбины Курачиновой-Кенжевой. Для школьников в Республиканской детской библиотеке имени Сергея Никулина состоится урок патриотизма «Огненный котел». Ребята узнают о героизме и мужестве солдат, познакомятся с историческими памятниками Сталинградской битвы – Мамаевым курганом. О кино Каждый киноман знает, что месяц мая – один из самых ярких в кинопрокате. И хотя в этом году многие ленты запаздывают из-за пандемии, все же нас ждет немало хороших хитов. Сегодня поведаем про самые ожидаемые кинопремьеры «Майя». В картине «Сопротивление» мы перенесемся во времена Второй мировой войны. Узнаем, как молодой герой рисковал собственной жизнью, спасая невинных жертв нацистской Германии. В криминальной драме «Те, кто желает мне смерти» мы увидим Анжелину Джоли в роли Ханны Фабер, смотрительницы заповедника, переживающей непростые времена. Прекрасная новость для фанатов забавного кролика Питера. Итак, продолжение приключений Непоседы и его друзей в мультфильме «Кролик Питер 2» уже на этой неделе. Будем ждать новых премьер в мире кино и ярких событий в жизни республики. Далее телевизионный эфирм на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. Лучшие практикующие врачи нашей страны дают четкие рекомендации по профилактике болезней, раскрывают нюансы новейших методов лечения. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачной рабочей недели и до встречи завтра!